Соревнования в рамках всероссийской детско-юношеской программы «Школа безопасности» прошли в Центре творческого развития и гуманитарного образования «Романтик». В муниципальном этапе принимают участие школьники двух возрастных категорий – 13-14 и 15-16 лет. В этом году на соревнования заявлены команды из 18 школ городского округа. В течение года мы проводим соревнования по разным видам, на которых мы сначала учим ребят, потом они показывают, чему они научились. И занимают места и получают баллы в рейтинг школы. На этапе маршрута выживания ребята состязались в завязывании туристических узлов, затем демонстрировали свою альпинистскую подготовку, показывали умение надевать страховочное снаряжение. Одной из дисциплин было ориентирование на местности. Также важной составляющей туристической подготовки является умение спасать тонущего человека. Помимо этого, ребята оказывали первую медицинскую помощь, причем они транспортировали пострадавших с учетом полученных ими травм. Наиболее эффектным видом состязаний был подъем по вертикальной стене. В чем заключается вот здесь вот упражнение для ребят? На скорость подняться вот по вертикальной стене. Вот, в этом упражнении. А вообще, а вообще, да, это же многоборье. Многое должны уметь, мастерство свое показать. Ребята молодцы-то, работают, стараются, трудятся. Работа большая. Всем этим навыкам, необходимым и на туристических маршрутах, и просто в жизни, юноши и девушек научили тренеры из центра «Романтик». Я думаю, это приградится тоже в будущем, так как если пойти, например, на альпиниста, это тоже очень интересно, это весело, и, думаю, многим нравится. Тому, чему я научился здесь, я понимаю, что я нигде бы не научился. Я мог до этого дойти сам только. Но тут мне это, скажем так, дали. За что я безмерно благодарен своим тренерам и учреждению «Романтик» за такой опыт. О том, каких успехов удалось достичь на соревнованиях, ребята рассказали в выпущенных стенгазетах. Это тоже стало одним из конкурсных заданий. В целом же, по результатам выполнения всей программы «Школы безопасности», лучшая из команд поедет на зональные состязания, которые состоятся в Богородском городском округе 18 мая. Андрей Цеханович, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение. Продолжение следует...